Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами небольшим лайфхаком, как превратить эндоскоп G-PROB-ST в гибкий эндоскоп G-PROB-NT. Все на самом деле очень просто и для этого требуется совсем немного времени. Нам нужен эндоскоп G-PROB-ST, немного денег и чуть-чуть волшебства. Ахалай-махалай! А вот и он! Итак, первое отличие, которое бросается в глаза между ST и NT, это кейс. У NT-шки кейс пластиковый, в отличие от алюминиевого кейса в ST. Дело в том, что эндоскоп NT занимает немного больше места, чем его более дешевый собрат ST. Как мы видим, у кейса имеется поролоновый уплотнитель в верхней части и прочный лыжемент в нижней, в котором располагается непосредственно сам эндоскоп. Что он из себя представляет? Здесь мы видим такую же ручку, как у ST, но само тело эндоскопа здесь гибкое. Благодаря этому данным эндоскопом мы можем посмотреть там, где нам было крайне неудобно смотреть ST-шкой. К примеру, катализаторы некоторых автомобилей ST-шкой можно было посмотреть только с ямой, либо с подъемника. Данный эндоскоп также является управляемым, а артикуляция у нас производится посредством кнопки, находящейся в торце ручки. Выглядит это вот так. У кнопки имеется два положения, фиксированное и нефиксированное. В фиксированном положении эндоскоп у нас запоминает угол, который мы ему задали. За переключение положений отвечает специальная шайба, находящаяся под кнопкой. Повернув данную шайбу, мы переключаем режимы. Я нажал кнопку, и эндоскоп у нас запомнил угол. Если мы эту шайбу повернем, то будем нажимать кнопку, и эндоскоп будет возвращаться в свое исходное прямое положение. Из рукояти у нас выходит гибкий кабель. Длина кабеля составляет полтора метра. На кабеле расположен регулятор, отвечающий за интенсивность подсветки. В комплекте с эндоскопом у нас идет кабель-переходник под microUSB, оправка для замены резинок и непосредственно сами резинки в количестве пяти штук. Также рекомендую приобрести к эндоскопу Wi-Fi-передатчик, который одновременно является и повар-банком, подающим питание на эндоскоп, и зарядное устройство к нему. Для чего нужен Wi-Fi-передатчик? Wi-Fi-передатчик нужен для подключения эндоскопа к мобильному устройству. То есть мы можем подключить эндоскоп как напрямую к ноутбуку, либо к мобильному устройству на базе, например, Android посредством переходника, про который я говорил чуть ранее, так и можем передавать видео с эндоскопа непосредственно на мобильное устройство без участия каких-либо проводов. То есть нам достаточно подключить к кабелю сам блок питания, нажать кнопку, расположенную на блоке, и включить специальную программу на мобильном устройстве. Благодаря этому мы будем получать картинку непосредственно на мобильное устройство, а также сможем сохранять ее на нем же. Это очень удобно, потому что нет необходимости таскать с собой везде ноутбук, который занимает очень много места и требует к себе бережного отношения. Данный эндоскоп является профессиональным оборудованием и предназначен для выявления и диагностики таких неисправностей, как задиры в цилиндрах, разрушение катализаторов и многое-многое другое, в том числе не относящиеся к автомобильной промышленности. Он поможет заглянуть туда, куда нет возможности заглянуть человеческим глазом. Так как это профессиональное оборудование, то данный эндоскоп является маслобензостойким. То есть мы можем не боясь использовать его в автомобилях. Даже если мы его испачкаем в масле либо в бензине, он у нас не испортится. Единственное требование к нему это температура. То есть перед использованием данного эндоскопа необходимо подождать, пока двигатель либо катализатор автомобиля немножко не остынет. В противном случае мы испортим видеокамеру, и эндоскоп у нас показывать перестанет. На самом кончике эндоскопа у нас сейчас находится защитный колпачок, который защищает видеокамеру от механических повреждений, а также попадания на нее мусора. Сняв колпачок, мы можем увидеть сам зрачок камеры, а также светодиоды, расположенные вокруг нее и отвечающие непосредственно за подсветку. Это очень удобно, что данный эндоскоп, помимо съемки видео, может еще и сам себе подсвечивать. У данного эндоскопа стандартное фокусное расстояние, которое составляет от 3 до 10 сантиметров. В моем понимании это наиболее удобное фокусное расстояние, благодаря этому можно рассмотреть практически все, как стенки цилиндров, так и катализатор. Но как вы прекрасно знаете, универсальных вещей на свете не существует. Если вы хотите большой детализации на стенках цилиндров, лучше брать с микрофокусом. Если вы хотите более-менее универсальный прибор, то стандартный фокус – это ваш выбор. Сейчас я предлагаю вам переместиться к автомобилю и посмотреть, что мы можем сделать с данным эндоскопом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok